Томаты, которые есть на этом поле, это томаты из группы бифов, терракота. В нашем продуктовом ряде томатов, бифов, три томата, это GS12, терракота и бабкат. То есть изначально у нас было два гибрида, это GS12 и бабкат. И многие клиенты, многие дистрибьюторы задавали вопрос, будет какой-то промежуточный гибрид между этими двумя гибридами. Почему такой вопрос? Потому что GS12 он был массой куда порядка 140 грамм, бабкат это вообще плод, скажем так, гигант, его масса от 250 и были такие случаи, что и по полкилограмма, и по 600 грамм он вырастал бабкат. Ну и задавали вопрос, когда у вас появится томат между массой плода 120 грамм и массой плода где-то до 300 грамм. То есть на всех испытаниях, где мы испытывали томаты крупноплодные, мы выбрали томат терракота, масса плода которого составляет от 180 до 240 грамм. Чем интересен нам стал этот томат? Не только по массе плода, но и по тех жестких поводных условиях, то есть жарких условиях. Это последние года на юге Украины стало актуальным, к нашему сожалению, высокие температуры, то есть получается фертильная пульца и слабая завязываемость томата. То есть со всех испытаний, где мы испытывали крупноплодные томаты, терракота больше всего, лучше всего показал себя на завязываемость. По сроку созревания от моментов сходов составляет где-то порядка 105-110 дней, от высадки рассады порядка 70 дней. По вегетативной массе, если сравнивать с бабхатом, мне вегетативная масса нравится даже больше, чем на бабхате. То есть она более живая, она более облиственная, мощная вегетативная масса, которая в принципе справляется с тем, чтобы закрыть эти крупноплодные томаты. По оценке, которую мы делали вчера в Квитневом, там тоже был этот томат, в принципе мы из куста его набрали, с трех кустов, там больше 15 килограмм. То есть в среднем получилось там за 5 килограмм. Ну то есть около 4,5 килограмм. Перерасчете с густоты на гектар, там 25 тысяч густота, это получалось больше 120 тонн с гектар. Ну это для него свойственно, потому что масса плода крупная, завязывает хорошо. В принципе такую урожайность можно получать. В среднем по предприятиям, где размещен этот томат, ну среднюю урожайность товарного томата получали порядка 80-90 до 100 тонн его получали. К сожалению, в последние года свежий рынок крупноплодных томатов падает. Поэтому есть хорошие позиции, есть хорошие качественные томаты, но в этом плане рынок нас подводит. Поэтому продолжают, фермеры его выращивают, он многим понравился. Во многих предприятиях, те, которые выращивали раньше, выращивали бабкат, потом завели терракоту. То есть те клиенты, которые приезжали, сразу начали выбирать теперь терракоту, а потом переходят на бабкат. В принципе, если подытожить основные ключевые и плюсовые моменты по терракоте, это то, что в наших условиях, опять же повторюсь, он очень высоко засухоустойчивый. Второе, это то, что он хорошо вяжет при этих условиях. Третье, хорошо затененные, закрытые плоды, которые не дают получать солнечных ожогов. Ну и четвертое, то, что потенциал у него очень высокий. Высокий потенциал, хорошее качество продукта, это гарантия того, что фермер все равно будет в прибыли. Поэтому рекомендую вам из крупноплодных томатов, томат терракоту. Я думаю, что ваши клиенты будут довольны выращиванием этого томата. Ну, из того, что могу добавить, этот гибрид у нас из израильской селекции, то есть у нас есть подразделение в Израиле, да, поэтому, как Андрей сказал, он очень хорошо себя чувствует как раз вот в жарких условиях, на легких песчаных почвах, что присуще как раз Херсонской, Николаевской области, таким томатным, томатному краю. Поэтому проблем с его выращиванием не будет. По внутренней структуре, видите, то есть это такой настоящий вот, что по многокамерности, что вот по такому сахарному, сахарной консистенции самого внутреннего содержания плода, то есть настоящий бифтомат. Также, если его, допустим, сравнивать с самим бобкатом, да, даже при очень высоких температурах у него будет немножко лучше цвет, более красный цвет, чем у того же бобката, потому что более адаптирован к жарким условиям, и меньше разлагается ликопен, который переходит в каротин, который становится желтым. То есть на этом томате это будет выражено у вас в минимальном количестве. На этом у нас по томатам все. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.